К нам присоединяется Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Доброе утро, Наталья. Слава Украине. Слава Украине, Витаю. Героям слава. Начнем давайте с Одессы, поскольку российские оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, их направили в сторону Татарбунарского района, а также самого города. Сообщается, что работала противовоздушная оборона. Что известно на сейчас? Действительно, юг и юго-восток Украины снова были под атакой дронов, дронов типа «Шахет», которые запускались с южного направления и заходили на удар, как правило, используя максимум территории временно оккупированной и Херсонской, и Запорожской области, и с акватории Черного моря. Те два дрона, что шли на Одессу, были удачно сбиты силами противовоздушной обороны, никаких попаданий не допущено. Также боевая работа велась и в Днепропетровской области, и на Херсонщине. Там, на Херсонщине, был сбит один дрон по пути следования, и на Днепропетровщине еще четыре. Под ударом была, очевидно, энергетическая инфраструктура, потому что направления дронов были именно в этих районах отслежены, и было также замечено сложное маневрирование дронами, поскольку очевидно, что пытались разведывать работу систем противовоздушной обороны, и в том числе и сами системы противовоздушной обороны могли быть целью таких ударов. Поскольку мы видим, что системность работы врага по энергетике продолжается, это говорит о том, что такая не очень массированная атака дронов могла быть направлена на дополнительный сбор разведданных. У врага сейчас с этим проблемы. После исчезновения использования А-50, они пытаются компенсировать сбор разведданных по любыми способами, используя тактическую и даже стратегическую авиацию для этого, и беспилотные разведчики. Наталья, накануне был удар двумя ракетами, их успешно сбили, но были последствия. Можно ли более детально о последствиях ракетных ударов, как вчерашнего, так и те, которые происходили практически каждую ночь по региону, по Одесской области и так далее? Мы видим, что сейчас враг использует такую тактику точечных ракетных ударов. Не обязательно это запланированная массированная атака, хотя и они тоже происходят. Мы видели на протяжении позапрошлой ночи скомбинированную атаку с использованием дронов и разных типов ракет, в том числе и баллистических. И сейчас время от времени, особенно по Одесскому региону, фактически в дневное время, производятся точечные ракетные удары. И то, что было вчера, это были две ракеты Х-59, управляемые авиационные ракеты, выпущенные с самолетов тактической авиации с акватории Черного моря, в направлении именно областного центра. Областного центра, причем как приморского района вдоль побережья, так и промышленного района, несколько глубже по территории самого города. Сбитие было результативным, однако стоит помнить всем, и в принципе в средствах массовой информации фигурировали эти съемки, тех деталей, на которые разлетается сбитая ракета и которые, куда же им деваться, падают на землю. Они создали достаточно таких разрушений и повреждений на павильонах торговых, на складских помещениях, на станциях техобслуживания. К сожалению, пострадали и дети в этой атаке. Всего четверо пострадавших в Одессе, и трое из них это дети, 15, 12 и 10 лет, которым предоставлена медицинская помощь. Трое людей госпитализировано, у них чуть-чуть более серьезные ранения, но все ранения достаточно легкие по сравнению с тем, какие могли бы быть в случае попадания ракеты в конкретный объект, по которому целил враг. Укрзалезница говорит о том, что ей пришлось на время приостановить выгрузку зерна в припортовых районах. Я так понимаю, помимо энергетической инфраструктуры, Россия еще и целит по нашим возможностям в рамках зернового коридора? Это остается в приоритетах врага, но в последнее время мы не фиксируем ударов конкретно по припортовой инфраструктуре, хотя это не говорит о том, что они их прекратили. Также напомню, что портовая работа и работа по отгрузке любых грузов тесно связана с привлечением энергетических ресурсов и действительно зависима от слаженной работы обеспечения энергетикой такого мощного потребителя, как порт, например, и железная дорога. Поэтому действительно такие удары, которые происходили днями раньше, они не могли не отразиться на работе таких мощных предприятий. И именно поэтому мы и говорим вслух, произносим это и доносим это до наших мировых партнеров о том, что нам необходима более серьезная защита, нам необходимо большее количество ракет противовоздушной обороны для того, чтобы отбивать такие вражеские атаки. Потому что это не только, к примеру, попадание в объекты энергетики, это и остановка промышленности. Ну и, конечно же, под угрозой энергетика, особенно сейчас в последнее время украинские ГЭС, Днестровская и Каневская, я понимаю, что это не совсем ваша вочина, но касательно Днестровской ГЭС, тут враг использует южное направление для атаки. И что можно было бы сделать, я имею в виду, возможно, в контексте сотрудничества с Молдовой, также были сообщения о том, что два, скажем так, воздушных либо дрона, либо ракеты исчезли над территорией Молдовы. Вот что можно сказать еще и по поводу этой информации? Ну, официальные источники не подтвердили этой информации, поэтому мы ожидаем все-таки, возможно, пройдет какое-то время, и будет она подтверждена или произведена проверка и опровергнута эта информация. Сам факт того, что враг направляет свои воздушные цели во время атак достаточно близко к границам, в том числе и с европейскими государствами и странами НАТО, это уже такая устоявшаяся практика в нашем регионе. Это и румынские проблемы, когда дроны шли вдоль Дуная и оказывались на территории Румынии. Были зафиксированы ранее факты пролета российских ракет через территорию Молдовы и падение там беспилотника. То есть в каждом случае мы обращаемся через дипломатические каналы для того, чтобы получить официальное подтверждение такой информации и дальше использовать эти данные в глобальном судебном процессе, который все равно рано или поздно ждет Россия. В данной ситуации мы можем говорить о том, что угроза таким серьезным энергообъектам, как ГЭС, это уже угроза масштаба большего, чем государственная, выходящая за пределы самой Украины. Президент акцентировал на том, что стихия воды не остановится перед пограничными столбами. Мы такую трагедию уже пережили внутри территории Украины, когда была подорвана Каховская ГЭС. И это, в принципе, было достаточно красноречиво продемонстрировано всем, какие последствия могут быть в случае, если врага не остановить и не обеспечить нас теми средствами защиты этих объектов, которые позволили бы отбивать такие атаки. Далее, судя по сообщениям Генштаба, вот на левобережье Днепра количество атак российских оккупантов увеличилось в два раза. То есть по сравнению с предыдущими сутками всего два штурма. Да, и такая же картина на Ореховском направлении в районе Работина. С чем вы связываете вот уменьшение такой интенсивности российских штурмов, мясных штурмов? Мясо закончилось у россиян? Или это другие причины? Во-первых, очень серьезно влияет погода. Штормовое предупреждение, которое держится несколько дней в этом регионе, и очень серьезные сильные ветра, и туманность, и дожди не позволяют проводить качественно аэроразведку и обеспечивать прикрытие для таких штурмовых групп артиллерийским способом. Поэтому, не имея практики использования бронетехники, они продолжают находиться под эмбарго командирским, и бронетехнику не используют, причем как на Запорожском, так и на Херсонском направлении. Они, сами оккупанты в этих штурмовых группах, слишком демотивированы и деморализованы для того, чтобы проводить мощные штурмы, достаточно эффективные часто. Если на Запорожском направлении там более обустроена вся ситуация от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы, то на направлении Херсонском, там, где в районе Крынок, враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с Плацдарма, тут очень сложная ситуация у них с формированием штурмовых подразделений. Они уже вынуждены подтягивать ресурсы из более глубоких тылов за третьей линии обороны, которые, ну, не должны по их расчетам быть в курсе того, какая ситуация на самом деле с Крынками, поскольку оттуда не возвращается 60-70% личного состава штурмовых групп. И такие серьезные потери для врага — это каждый раз, кроме реального отминуссовывания личного состава, это еще и более серьезная деморализация личного состава в морально-психологическом плане. И у меня тут еще тогда уточнение, Наталья. Вот президент Украины Зеленский заявил, что украинской армии удалось стабилизировать ситуацию на фронте. В целом, впрочем, ожидается новое российское наступление. Об этом он рассказал в интервью CBS News. Вот какова ситуация на Южном фронте вы уже обозначили, но где, возможно, изменилась та же тактика оккупанта и чувствуется ли подготовка к новым, возможно, атакам? По состоянию на сейчас еще рано почувствовать эту подготовку, но мы объективно понимаем, что с установлением более сухой погоды, когда просохнет грунт, когда земля будет более плотной, возможно, активизация врага с использованием этой самой бронетехники, которая в замороженном состоянии сейчас на них находится, не потому, что ее нет, они ее в штурмах не используют, а потому, что рассчитывают ее использовать более эффективно и насыщенно в момент очевидной активизации, которая у них планируется действительно на более сухой период времени года. Наталья, в марафоне Едыни-Новыны вы детально коснулись использования россиянами авиабомб. Ну, во-первых, в плане того, что они их модернизируют, и во-вторых, это в том плане, что не везде, не на всех направлениях они вот как раз применяют эти модифицированные авиабомбы. Можно детальнее об этом узнать? На самом деле они продолжают использование управляемых авиабомб именно на Запорожском направлении и Северодонецком. Это вот такой серьезный сектор, где они пока чувствуют себя более-менее вальяжно в отношении использования тактической авиации. На Херсонском направлении для них есть определенные сложности. Там, я напомню, они потеряли в конце прошлого года три самолета, и после этого использование управляемых авиабомб сократили в разы, просто критически уменьшили, аж сведя до нуля по основным показателям временным. Но время от времени все-таки хотя бы раз в неделю-десять дней они отваживаются направить один из самолетов тактической авиации с управляемыми авиабомбами, который пытается напомнить этот способ террора для Херсонской области. Буквально несколько дней тому назад они снова скинули четыре управляемых авиабомбы по правому берегу Херсонской области, по тем населенным пунктам, которые уже и так достаточно мощно разбомблены ими. Однако на Запорожском направлении и Северодонецком они продолжают это использование именно с позиции обеспечения поддержки штурмовых групп. Как правило, авиация отрабатывает перед тем, как начнется штурм и пытается найти как наши позиции, так и наиболее значимые социальные объекты в населенных пунктах Запорожского области. И вот россияне, оказывается, еще и боятся продвижения вооруженных сил Украины к коннексированному Крыму и перебрасывают туда военную технику. На днях они переместили в Евпаторию целый танковый батальон, около 30 единиц. Об этом сообщает движение АТЭШ. Один из его агентов поговорил с офицером подразделения и выяснил, что танки были отправлены для усиления крымской группировки войска Российской Федерации. Как оценивается такое количество и это укрепление? Почему вдруг им понадобилось? Поскольку туда же уже еще не подобрались, по крайней мере, вооруженные силы Украины. Или туда все-таки оттуда будут куда-то перебрасывать? Очевидно, что они верят в вооруженные силы Украины и реализацию их планов, поскольку готовятся встречать их так глубоко в своем тылу. Ну, это если так, отшутиться. А на самом деле мы отслеживаем перегруппировку войск и понимаем, что подтягивание таких резервов может говорить о серьезных потерях оккупационного войска на Левом берегу, там, где на материковой части временно оккупированной территории Украины у них ведутся боевые действия и в масштабах контрбатарейной борьбы они теряют фактически каждый день несколько единиц автобронетехники и артиллерийских установок. В связи с этим, возможно, будут подтягивать такие ресурсы. Пока что мы не видим предпосылок к тому, чтобы они перевозили эту технику на материковую часть Украины, тем более, что действует у россиян запрет на использование некоторых автомобильных трасс по перемещению с Крыма на территорию Херсонской области и по Херсонской области в сообщении с Мелитополем, поскольку российское командование понимает, что эти направления могут быть под огневым контролем сил обороны Украины и не хотят потерять там колонны техники. Но, тем не менее, мы понимаем, что если им понадобится подтягивать ресурс, все равно определенные логистические маршруты они будут использовать. Мы, тем временем, пытаемся установить максимально плотный огневой контроль там, где возможно продвижение врага. На днях россияне направили в Севастопольскую бухту ракетный катер типа «Каракурт», который способен нести калибры. Вот если учесть эту информацию и недельной давности наш удачный удар по Севастопольской бухте, какова сейчас ситуация в районе Крыма? Насколько произошло некое перемещение кораблей или, возможно, какая-то передислокация? Что на данный момент известно? На данный момент у меня нет верификации информации про перемещение «Каракурта». Вполне возможно, что это была больше информационная операция, направленная на убеждение, что не так боятся они Крыма. На самом деле потери, которые они понесли в отношении корабельно-катерного состава на Крымском полуострове, для флота достаточно серьезные. И хотя они давно не планировали и уже даже не могут провести десантных операций в акватории Черного моря в отношении украинских берегов, тем не менее, и наши оборонные позиции на десантно-опасных делянках, участках остаются укрепленными и готовыми к подобному развитию событий. И они продолжают подготовку десантно-штурмовых подразделений в надежде на то, что, возможно, понадобится. И создание их в Днепровской, так называемой, речной флотилии с таким широким пиаром ее, это больше все-таки направлено на информационную мотивацию своего же личного состава. Потому что мы-то понимаем, каким путем будет двигаться эта флотилия и какие ее ждут неожиданности на этом маршруте. И также неожиданно было, хотя, возможно, уже и это определенная у них стабильность касательно сбития дружеского дня, сбития своих же сушек, СО-27, россияне это признают, и, собственно, в украинском ВМС тоже подтвердили, что это именно СО-27. Как такое произошло и для чего, собственно, используют эти сушки россияне в Крыму? В принципе, это самолет тактической авиации, который регулярно патрулирует акваторию Черного моря, в том числе Черного и Азовского. Сейчас они больше используются для сбора информации, поскольку, опять же, у них отсутствует А-50, который мог бы выполнять всю эту работу комплексно, поэтому они вынуждены рассредотачивать свои разведусилия на разные способы добычи информации. Также СО-27 используется и для пуска ракет по территории Украины, как управляемых, так и противорадиолокационных. Поэтому в данной ситуации как произошло и почему? Скорее всего, от того, что опасность применения Украиной дальнобойных ракет в отношении Крымского полуострова врагом воспринимается уже действительно очень серьезно. Они понимают, что это может произойти в любой момент. И последствия таких ударов осознают и уже пережили неоднократно. Возможно, где-то система дала сбой и принята была своя цель за чужую и сработала система противовоздушной обороны. Наталья, спасибо огромное, что приняли участие в нашем эфире. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, была на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.